Памятник члену Академии художеств, лауреату государственной премии Ефрему Зверькову открыли в Твери. Работы нашего земляка хранятся во многих музеях не только России, но и других стран. Покинув родной Верхневолжий еще юношей, он тем не менее никогда не забывал свою малую родину. Ура! Всего через несколько месяцев, 1 февраля 2021 года, Россия отметит столетие со дня рождения Ефрема Ивановича Зверькова. Родившись в селе Нестерово Старецкого уезда, он в 1926 году вместе с семьей переехал в Тверь. В нашем городе будущий живописец начал брать уроки у выпускника Императорской академии художеств Николая Борисова, который был учеником самого Репина. Именно тогда Ефрем Иванович и решил посвятить свою жизнь искусству. Своё решение он не переменил, даже испытав на себе все ужасы войны, где был простым солдатом. Попали под минометный огонь, а это была весна, это было голубое небо, птицы пели, цветы цвели. И когда закончился минометный обстрел, он встал, и он тогда сказал, если я останусь жить, если судьба сохранит мне жизнь, я буду писать только цветущую землю. Свою клятву, данную на поле боя, он выполнил. Закончив после войны Московский художественный институт имени Сурикова, бывший солдат Зверьков, стал без всякого преувеличения маршалом в живописи. Его работы украшают собрания крупнейших галерей России, таких как Третьяковка и Русский музей. При этом Ефрем Иванович никогда не забывал про свою малую родину. В этой связи вполне логично, что памятник мастеру был установлен в самом центре Твери. Этот памятник располагается между корпусами нашего классического университета. Молодежь, проходя мимо памятника, будет, конечно, обращать на него внимание, будет интересоваться искусством, творчеством Ефрема Ивановича. И я считаю, что вот этот памятник – это заслуженная награда художнику за его творчество. Сам монумент выполнен в классической манере. Именно в ней и писал свои знаменитые пейзажи урожения Тверской земли Ефрем Иванович Зверьков.